Итак, как там поется в известной и популярной песне, берите в руки карандаш, будем фиксировать, хотя нет, сам еди компьютерная графика нам тут поможет. Кому начинать, как ни адресу инъесте? Сергей Владимирович, это будет трудно, но я постараюсь вот здесь больше молчать, пожалуйста, львиная доля репортажа. Нет, пенальти в игре, пенальти после игры в серии, это, как говорят, две большие разницы, поэтому, но здесь уже нужна пауза обязательно, хладнокровие. Гадал Ахимфеев? Есть несколько способов отражения пенальти, один из них немецкий, когда вратарь прыгает сначала в один угол, а потом все остальные прыжки в другой, и какой-то из ударов приходится в него. Федор Смолов. На силу расчет? Да, на силу, ну так, все-таки процент этот остается, техника правши вправо, от себя сила влево. Место на технику ударил вправо, Смолов носил, пробил руку. Херер Пике. Херер Пике. На вратаря пока не смотрит. Носилась. Правая от Вадаряна. Штангель. Да, там мяч штангу облезал. Сергей Игнашевич. Обычно он бьет на силу. Главное попасть в твор. Нет? Молодец. На исполнении. Аголь забивает. Обязательно вспоминаем и о его белорусских корнях. Молодец. Молодец. Ну, опыт, опыт. Очень. Все на опыте. Сделана пауза. За шаг. По два точных удара в активе каждой из команд. Кокер. Игорь Ехенфеев тащит. Кокер бил такое ощущение по центру. Давайте посмотрим. Или мне это показалось? Да, он удобный. Ну, чуть. Это так Месси пробил. Один к одному. Только левой ногой. Безудержная радость. На это мгновение. Болельщиков сборной России. Александр Головин. Насил, но вратарь не сложился. Хотя и в нужду угол летел. Да. Россияне 3 из 3. Испанцы 2 из 3. По центру. По центру. Над вратарем. Да? Почти. Серхи Рамас. О его предыдущей предыстории выполнения пенальти. Пускай и в недавнем товарища Скобача с россиянами мы вспоминали. Вот трудно, Сергей, или зря задают вопрос, вот определить. Ну, как в голову Акинфееву залезть? Пытался элементарно угадать. Ну, это вратарь с опытом. И у него есть определенная своя тактика. Я думаю, на длительщие хитрости такие футбольные. Денис Черышев, российский испанец. Хоть чем-то помешать игроку сконцентрироваться на удар. Передача мяча и так далее и тому подобное. Безупречен. Ну, не раз мы с вами видели, как вратари всеми вариантами пытались скачнуть бьющего. Я вспоминаю того же Геннадия Тубиловича. Без конца он мог там аштангу, грязь с шипов бутсы снимать, сбивать до того, как соперник проведет пенальти. Вы, наверное, тысячу и других примеров тут можете вспомнить. Да, вот вспомните в пенальти Милан-Гверпуль, как Дудек танцевал по линии и сбивал с ритма игроков Милана. Спасибо. К месту и так Ега Аспас. Россияне забили 4 из 4. Испанцы 3 из 4. Пятый удар у перенейцев. И он оказывается последним в этой серии. Сборная России шагает в одну четвертую финала. Команда, которая в этом матче, ну, сказать, что ржав зубы, что она оголедна в нерве, что на пределе, за пределом физических нервных возможностей. И терпела, терпела, еще раз терпела и дотерпела. У Натальи Ивановны был другой вариант. Я у супруги. Ладно. И, конечно, это все нервы, которые, видите, Айкинфеев. Айкинфеев потащил. Это не в волоко. Аспас заехал, уже падая левой ногой. Игорь Айкинфеев, что он творит сегодня? Ну, как мы говорили, все сейчас зависит от вратаря последней минуты, которую он здорово, хладнокровно выдержал. И два пенальти. Молодец. Не то слово. Супер-герой. Не зря я вас, друзья, предупреждал, что испанцы на финальных турнирах чемпионатов мира, чемпионатов Европы доселе ни разу у хозяев этих соревнований не выигрывали. И это все для них продолжилось и сегодня. Итак, мы знаем две четвертьфинальные пары. 6 июля в Нижнем Новгороде, Франция, Уругвай. Мы знаем полторы, извините, пары. 7 июля точно в городе Сочи на стадионе Фиш сыграет сборная России. А вот ее соперник определится в матче 1-8 финала между сборными Хорватии и Дании, который стартует в Нижнем Новгороде в 21 час ровно. Искренне благодарю заслуженного тренера Беларуси, мастера спорта международного класса Советского Союза. Нынче тренера-методиста футбольного клуба БАТЭ, участника чемпионата мира 1982 года в составе сборной Советского Союза Сергея Боровского. На мой взгляд, за яркое, интересное, профессиональное участие в нашей трансляции. Всех болеющих за россиян с победой. Праздник продолжается. Коллегам спасибо за помощь. Владимир Новицкий, Сергей Боровский. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok